Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали нас очередной халявой. Ну а перед тем как мы ее обсудим, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и кто может, кидайте донатики через ссылочку, которая есть в описании под данным видео. Я вам буду безумно благодарен, без ваших подписок, без вашей финансовой поддержки каналу просто не существовать. Итак, ребятушки мои золотые разработчики выбросили нам задание. Задание на камуфляжи, есть обуздай бурю и есть выследи лиса. Ребят, когда вы будете принимать решение, решение необходимо принимать взвешенно. По одной простой причине, потому что когда вы берете одно из этих предложений, ребят, второе предложение вы взять уже не сможете. Вот тут так и написали, как говорится, русским по белому, но здесь русским по черному написали. Внимание, при покупке этого набора становится недоступным набор выследи лиса. Давайте разбираться по порядку. Что необходимо делать? Побеждать в рейтинговых боях. Сколько побеждать в рейтинговых боях? Для того, чтобы забрать все награды в течение трех дней, с момента того, как для вас стартанет выполнение данной задачи, вам необходимо будет 20 раз победить. В принципе, 20 раз в рейтинговых боях за три дня. Это не сложно, это тупо хвалява, которую может забрать каждый. Что касается того, что идет здесь по линейке, за три победы вы получаете х3 в количестве 7 штучек. Крайне приятно, очень удобно, на любую технику можно вполне спокойно качать какую-нибудь веточку, это вам поможет. Дальше идет камуфляжик у нас эпический. Тропа зверолова, простите, пожалуйста, засмотрелся в другую сторону. Тропа зверолова выглядит вот таким вот образом, на примере гриля, допустим. Что касается, ребят, вот этого вот камуфляжика, данный камуфляжик, охотничий капкан, выглядит вот так. Я вообще очень хладнокровен камуфляжам, вот серьезно, не вижу никакого смысла покупать их за голду, а уж тем более за реальные деньги. Мне хватает бесплатных. И здесь тот случай, когда стоит, ребят, попотеть, потому что камуфляж, тот, который идет легендарный, он на Тигра П идет и смотрится он просто шикарно. Просто бомбически смотрится. Тут есть все, что угодно, не только раскраска самого танка, но и дополнительные всякие приблуды, которые висят на самой башне, допустим, по бортам машины спереди. Короче говоря, Тигр смотрится, ну, просто шикарно. Здесь, как бы, нечего говорить там негативного, даже с моих уст ничего не прозвучит, человек, который не любит камуфляжи. Что касается второго набора, в отношении Лиса, здесь набор аккурат тот же самый, один в один. Сейчас посмотрим с вами. Те же самые Х3 в количестве семи штук, те же самые камуфляжи, трава, господи, тропа, зверолова и охотничий капкан. Но вот легендарный камуфляж идет другой. Легендарный камуфляж тоже на Тигрика, на Лиса. Внешний вид типа меняет, но я тут, честно говоря, Лис его не вижу ровным счетом ничего. Вот это А13 вообще непонятно к чему. Ну и какая-то, не знаю, палка, штырь, не знаю, что это такое. У меня, честно говоря, дворники подобными штуками бумажки во дворе собирают. Хотя прикольно смотрится с одной стороны вот эта навешанная колючая проволока, а со второй стороны навешаны деревянные дощечки. Ну, наверное, чтобы шашлычки где-нибудь делать, пока тебя вынесли из боя, ну, а твои союзники продолжают еще бодаться. Короче говоря, честно говоря, Лис вот этот мне не нравится абсолютно. Просто не какущий, хотя типа легендарный. Ну, тут, ребят, на вкус и цвет говорю свое субъективное мнение. Возвращаемся еще раз к тому, который мне действительно понравился. Выглядит он действительно уматого. Единственное что, ребят, обратите внимание, что один камуфляжик идет на Тигра П, а второй на Тигра 1. Поэтому, пожалуйста, принимайте решение взвешенно, в зависимости от того, на какую машину вам нужен этот легендарный камуфляж. Я себе однозначно буду, ребят, брать камуфляжик вот этот, потому что Лис мне не заходит абсолютно никак, да и Тигр П мне, честно говоря, гораздо больше нравится. Вот такая вот, ребят, новость. Заходите в игру, быстренько хватайте приказ. Есть два дня на то, чтобы его забрать. И да, это видео, в первую очередь, для тех ребят, которые посмотрят мое видео раньше, чем попадут в игру, просто по запланированному времени. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам буду безумно благодарен, очень сильно хочу в течение месяца, хотя бы в течение месяца, добраться до 7000 подписчиков. Заранее вам огромная благодарность за поддержку моего начинания, за поддержку канала. Если вы за честные обзоры, пожалуйста, вам однозначно со мной по пути. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и однозначно спокойствия. Пока-пока.